Свято-Успенская-Святогорская лавра представляет православный мультимедийный календарь «Седмица» с 21 по 27 декабря 2020 года. Седмица, 29 по 50-нице. В эти дни православная церковь воспоминает зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Совершает память пророчицы Анны, матери пророка Самуила. Празднование иконы Божией Матери – нечаянная радость. Память святителей Иоасафа Белгородского и Спиридона Тримефунского, преподобного Кукши Одесского, собора грузинских святых, а также память святых праотец. 22 декабря, вторник. Воспоминания зачатия праведной Анною Пресвятой Богородице. Этот праздник полагает начало череде Богородичных праздников, посвященных земной жизни Царицы Небесной, завершает которую ее славное Успение. Празднование воспоминания зачатия праведной Анны установлено церковью не позднее VII века, когда преподобный Андрей Критский написал к нему канон и беседу. В основе праздника – веселье и утешение престарелых супругов праведников Иоакима и Анны, вымоливших у Бога долгожданное чадо, и ставших родителями преблагословенной Девы Марии, которой благословились все племена земные, и пришло спасение всему миру. День зачатия отнесен к 22 декабря, за 9 месяцев до Дня Рождества Богородицы, когда достойные праведники стали счастливыми родителями, а все человечество обрело долгожданную надежду на спасение. Вспоминая зачатие и Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии от престарелых родителей Иоакима и Анны, долгие годы страдавших бесплодием, мы молим Божию Матерь избавить нас от бесплодия духовного и соделать наши замотаревшие во грехах и суете житейской сердца плодоносными Богу. Имя Анна переводится с еврейского как «милость, благодать». В этот день также празднуется еще одна святая женщина с этим именем, жившая задолго до праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Это пророчица Анна, матерь пророка Самуила. Так же, как и праведная Анна, она долгие годы была бездетна, но безропотно, с непреложным упованием на Бога, возносила к нему пламенно-сердечные молитвы о даровании сына. При этом пророчица Анна дала обет принести его на служение Богу. Молитва смиренной праведницы была услышана и исполнена, а благодарственная песнь пророчицы Анны за разрешение своего неплодства воспоминается теперь на каждом вечернем богослужении, во время утренней на третьей песне канона. Имя ее первенца Самуила означает «выпрошенный» или «Бог услышал». Также 22 декабря Святая Церковь совершает празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость». На ней изображен человек, стоящий на коленях и молящийся пред иконой Божией Матери. Иконографическим сюжетом для этого образа послужило предание об исцелении некоего грешника от плотской страсти через чудо, явленное от иконы Царицы Небесной. Сказание об этом чудесном случае находится в сочинении святителя Дмитрия Ростовского «Руно Арашенне», которое представляет собой сборник чудес, произошедших при образе Божией Матери в Черниговском Свято-Ильинском монастыре в XVII веке. Это ярчайшие примеры милосердия Божия и неотступного заступничества за нас грешных, Его Пречистой Матери, Владычицы Нашей Богородицы. Избранной от всех родов Божией Матери и Царицы, явившейся иногда к человеку беззаконно, воеже отвратите его от пути нечестия, благодарственное пение приносимте Богородительнице. Ты же, яко имущая милосердие неизреченная, от всяких нас бед и грехов свободи, дозовемте, радуйся нечаянную радость, верным дарующая. Память святителя Иоасафа, епископа Белгородского Один известный современный проповедник богослов очень точно подметил поразительное сходство двух святителей и чудотворцев, Белгородского и Мерликийского. Оба епископа за всю свою жизнь мало писали и говорили о своей вере. По крайней мере, таким передает нам их житие церковное предание. Но оба святителя исповедали Христа и говорили о нем всей своей жизнью, через деятельную и не имеющую пределов любовь к людям. Так же, как и святитель Николай, святитель Иоасаф особенно отличался делами милосердия и благотворительности бедным и неимущим, причем также старался творить их так, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Подражая святителю Николаю, белгородский архипастырь вел двойную жизнь. Будучи днем, облеченным высокой властью, строгим и мудрым пастырем-наставником, ночью же, милостивым сострадальцем и покровителем нищих и убогих, странником с милостыней обходящих жилища бедняков или же подвижником-аскетом, всю ночь проводящим в молитве. Следуя примеру Мерликийского святителя, Иоасаф Белгородский входил в убогие хижины бедняков и втайне, стараясь быть неузнанным, передавал деньги и вещи, особенно в них нуждавшимся. В зимнее время, узнавая, что где-то бедняки дрогнут от холода, он скупал на базаре дрова, и если в том доме не хватало мужской руки, перед тем, как их отправить, даже сам рубил их. Его можно было увидеть то в Белгороде, то в Харькове, то в большом селении, то в захолустной деревушке. Проводя время сугубо в трудах и молитве, пресветлый светильник Церкви Христовой, как яркая свеча, очень рано погас. Святитель Иоасаф отошел в вечность 23 декабря 1754 года, когда ему было немногим более 49 лет. Прожив совсем недолгую по нашим меркам жизнь, святой до краев наполнил ее служением Христу и пастырским, и сугубо христианским евангельским служением ближнему. Как память и свидетельство молитвенного подвига святителя Иоасафа, любящей его пастве оставлена следующая молитва, которую святой совершал каждый час при звуках удара колокола или боя часов. По свидетельству своего племянника, так святитель со слезами умиления непрестанно готовился к своему смертному часу. Будь благословен день и час, вонь же Господь мой Иисус Христос, меня ради родися, распятие претерпе и смертью пострада. О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моей я приими дух раба Твоего. В странстве Иисуша, молитвами причистая Твоей я Матери и всех святых Твоих, якоб благословен Ииси во веки веков. Аминь. 24 декабря, четверг. Память преподобного Кукши Одесского. Всей день в 1964 году этот известный и почитаемый старец отошел ко Господу. Исповедник и чудотворец преподобный Кукша Величко – один из святильников веры, что освящали тьму богоотступничества, духовного оскудения и невежества мятежного 20-го столетия. Всю свою жизнь святой сохранял глубокое сострадание и любовь к людям, невзирая на гонения, заключения и ссылки, которые ему довелось претерпеть. Преподобный имел поистине христианские смирения и кротость, отличаясь искренним смиренно-мудрием. Об отце Кукше говорили, с ним было легко, потому что блаженный подвижник стяжал мир души и святость жизни. «Стяжи дух мирен, и вокруг спасутся тысячи», – говорил преподобный Серафим Саровский. Вокруг старца Кукше, стяжавшего этот дух мирен, воистину спасались тысячи людей. Стоит упомянуть о духовной связи преподобного Кукше и почившего блаженнейшего митрополита Владимира. 26 августа 1962 года в Одесском Успенском монастыре Иерии Виктор Сабадан был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого равноапостольного князя Владимира. Во время пострига восприемником будущего предстоятеля Украинской Православной Церкви стал схиегумен Кукша Величко, на то время исполнявший послушание духовника обители. Ныне в этом монастыре покоятся его святые мощи, которым с молитвою ежедневно притекает множество паломников, укрепляясь в вере и получая благодатную помощь. Также 24 декабря празднуется Собор Грузинских Святых. Среди самых известных и почитаемых небесных покровителей этой солнечной страны святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, и ее родственник, великомученик Георгий Победоносец, преподобные Шиом Гвимский и Давид Гориджийский, одни из основателей грузинского монашества, святой благоверный князь Давид Возобновитель, выдающийся государственный и культурный деятель Грузии, святая благоверная Тамара, царица грузинская, которую грузинский народ назвал Тамарой Великой, великомученица Китивана Кахетинская, царица Кахетии, а также более близкие к нашему времени святые, известная подвижница преподобная исповедница Схиегумения Фомарь, в миру княжна из знатного грузинского рода, и преподобный Гавриил Самтаврийский Ургибадзе, исповедник и юродивый, которого грузинский народ называет священной любовью и чудом XX века. В этот день в святцах упоминаются имена не только всем известных грузинских святых, но также еще 300 традиционных в Грузии мужских и женских имен, поскольку только одному Богу ведомы имена всех святых, просиявших в грузинской церкви. Молитвами преподобного Кукши Одесского и всех грузинских святых, Христе Боже, помилуй нас! 25 декабря, пятница Память святителя Спиридона, епископа Тремифунского, чудотворца Современник святителя Николая, равный ему по народной любви и почитанию его святости, святитель Спиридон, Тремифунский чудотворец, прошел путь от обычного пастуха-овец до великого пастыря овец Христовых. Святая простота, преисполненная личным благочестием и святостью, была главным качеством его души, что объединяет всех великих угодников Божиих. Святитель Спиридон особо преуспел в этом, стяжав через свою простоту души и святость жизни премудрость Божию, который победил красноречие безумной премудрости человеческой на Первом Вселенском Соборе. Не имея дара красноречия, он, тем не менее, заставил умолкнуть богохульные мерзкие уста ораторов и философов, приверженцев орианства, дерзавших утверждать, что Христос не Бог и что Он не равен Отцу, и было время, когда Сына Божия вообще не было. Как говорит житие святителя Спиридона, он взял кирпич и, помолившись, сжал его в руке. Из него вырвался огонь и стекла вода. При этом в руке святого осталась мокрая глина. Святитель Спиридон обратился к видевшим чудо со словами «Вот обожженный кирпич, но три в его составе – глина, огонь и вода. Также един и Господь наш, в котором соединены три лица – Отец, Слово и Дух». Как повествует житие, сторонникам ария нечего было возразить. Против таких доводов умолкла земная мудрость. Блаженнейший Владимир Сабадан, почивший предстоятель Украинской Православной Церкви, о святителе Спиридоне, сказал такие слова. «Спиридон добр, как Николай, и как Николай строг. Одно не бывает без другого. Умеющий любить правду, умеет и ненавидеть ложь. Человек неправедно гонимый, человек, чувствующий слабость и беззащитность, в лице Спиридона может найти сильного защитника и скорого помощника. Только пусть сам человек, просящий помощи, не будет несправедлив к ближним, поскольку у святых Божьих нет лицеприятия». Среди тех радостей, которые дарит человеку христианская вера, есть радость обретения чувства семьи. Верующий никогда не бывает одинок, вокруг него всегда облако свидетелей. Жившие в разные эпохи и в разных местах, люди, достигшие небесного Иерусалима, составляют ныне Церковь Первенцев, написанных на небесах. С любовью наблюдают они за нами, всегда готовые в ответ на просьбу прийти на помощь. Один из них – святитель Спиридон. Его же молитвами, Христе Боже, помилуй нас! 27 декабря, воскресенье. Неделя святых праотец. Два последних воскресенья перед Рождеством Христовым, именуемых в церкви «Неделя праотец» и «Неделя святых Отец» посвящены всем ветхозаветным праведникам, жившим до Христа Спасителя и хранившим обетование о Его пришествии в мир. В эти воскресные дни прославляется их духовный подвиг. «Как было трудно древним пророкам, ветхозаветным праотцам и отцам противостоять искушениям», сказал в одной из своих проповедей святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. «Они были в одиночестве и один на один боролись с окружающей их языческой реальностью. Но мы сегодня не один на один противостоим языческому миру. Мы все вместе – церковь Божия, в которой живет и действует Святой Дух. Укрепляемые таинством, мы просвещаем свой ум, закаляем свою волю, возвышаем свои чувства. У нас есть та сила, которой не было даже у пророков. Это сила общей веры и молитвы. Это сила, которая даруется через сопричастность к таинству Церкви. Но как часто не хватает нам и этих сил? И нередко мы оказываемся буквально раздавлены, разрушены этими внешними обстоятельствами языческой жизни. Память о ветхозаветных святых и дается нам в преддверии праздника Рождества Христова, чтобы в полной мере оценить все то, что Бог во Христе принес людям. Чтобы в полной мере почувствовать и осознать, каким великий божественным сокровищем мы обладаем. Святии, праатцы, молите Бога о нас. Подписывайтесь на YouTube-канал Светогорской Лавры и вы всегда будете в курсе новостей обители. А чтобы совершенно ничего не пропустить, установите уведомления обо всех обновлениях нашего канала, нажав на колокольчик под этим видео. Следите за новостями Свято-Успенской Светогорской Лавры на официальном сайте и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова